Поможем всем миром. Житель Чердаклинского района, оставшийся без жилья из-за пожара, в ближайшее время может переехать в новый дом. При этом сам Погорелес до сих пор не верит в реальность происходящего и благодарит тех, кто оказал поддержку. Вовсе не ожидал. Большое счастье, конечно. Сейчас все мысли Ильдара Ибрагимова связаны со строительством нового кирпичного дома. А в августе прошлого года мужчина пребывал совсем в другом настроении. Его жилище полностью сгорело во время страшного пожара. Причиной, вероятно, стала неисправная проводка. Не осталось ни документов, ни денег. Загорелся дом в отсутствии хозяина, а когда он вернулся, спасать уже было нечего. Погорельцу пришлось переехать к родственникам. В сентябре неожиданно пришла помощь. Благотворительный фонд «Садака» помог стройматериалами, не остались в стране и родные. Я был вообще растерян и не думал, что мне так помогут. Я сам удивился, конечно. Большую помощь фонд «Садака» оказал. Люди помогли. Мечеть наша помогла тоже. Руководитель благотворительного фонда Фарид Голиудзинов рассказывает. Узнали о беде жителей у Росгильзина и поняли. Нужно срочно оказывать помощь. Хотя ранее с такими ситуациями фонд «Садака» не работал, решение появилось быстро. Мы хотели показать на примере этого сбора то, что любая сумма 10, 50, 100 рублей. Есть такое правило, есть пословица, что с миру по нитке голому рубаха. То есть этот дом совпадает под это правило. Наша цель была до зимы, до первого снега построить дом, крышу закрыть, чтобы была кровля, крыша была. И зимой, чтобы проводить уже внутреннюю отделку. Поэтому сейчас у нас как цель. Нам сейчас нужно провести тепло, в дом тепло. И уже в дальнейшем работать. Ильдар Ибрагимов вместе с друзьями и родственниками, которые тоже оказали огромную помощь, продолжает обустройство нового жилища. Мечтает как можно быстрее справить новоселье, чтобы пригласить в гости детей и внуков. Ну а благотворители продолжают следить за его судьбой и реализацией необычного проекта. Игорь Кранцев, Сергей Свешников, Вести Ульяновск, Изуразгильзина, Черноклинский район.